Всем привет! Меня зовут Катарина и мы продолжаем готовиться к Пасхе. В прошлом видео я показывала, как сделать пасхальное гнездо. В этом мы будем делать пасхальный венок. Для основы венка я использовала свежесрезанные ветки ивы. Также можно использовать и другие ветки, которые хорошо гнутся. Для начала выбираем самый длинный прутик и формируем кольцо нужного диаметра. Хвостик обматываем вокруг ветки. Начало второй и последующих веток нужно стараться вставлять между другими ветками. Таким образом ветки будут хорошо зафиксированы и основа не будет распадаться. То же самое нужно сделать и с хвостиком ветки. Надежно его зафиксировать. При таком плетении не требуется дополнительная фиксация нитками или проволокой. После высыхания ветки хорошо держат форму. Основа готова. Приступаем к изготовлению гнезда. Для его основания я использовала дно торфяного горшка. Сейчас сезон рассады и их продают практически во всех магазинах. Обклеивать его будем сезалью. Наносим клей по центру и приклеиваем сезаль по спирали. Чтобы не обжечь пальцы, я рекомендую прижимать линейкой, ножницами либо пинцетом. Продолжение следует... Гнездо готово. Приступаем к оформлению венка. Для этого я использовала ветки вербы. Если было возможно ветку вставить в основу венка, я ее вставляла. Если нет, то приклеивала. Чтобы венок был более праздничным, я решила дополнить его цветочками. Сначала приклеиваем гнездо и по обе стороны от него приклеиваем цветы. Также мелкие цветочки можно разбросать по самому венку. По моей задумке, ветки вербы должны были быть только с одной стороны, но в процессе работы мне захотелось добавить и с другой. И завершающий этап. Я использовала ажурную хлопковую ленту, сформировала из нее бантик, хвостики подрезала под углом 45 градусов и наклеила бантик посередине. Если мое видео оказалось для вас полезным, то подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы в комментариях и нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать мои дальнейшие видео. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok